Так, продолжаем движение. 80 серия. 8 день движения. Участок Мурманск-Магадан. В этой серии будет пройден путь. 74,75 километров. Я тоже опыт получил. Никто не беспокоил. Свет на стоянке выключили. Между комментариями, паузой. Меня радует ассортимент в столовой. Паузой между комментариями. Я буду вставлять свои комментарии. Они будут касаться, прежде всего, качества снега. Для тех, кто поставит перед собой цель снять видео о маршруте более качественно, более информативнее. Вот сейчас мы можем наблюдать на картинке вот эти вот разводы на лобовом стекле. Я неоднократно пытался промыть, прочистить лобовое стекло. Брал средства для общественных стекло. Блин. Очень хорошо. Ратар, спину. Уграничение 90. Вот справа. Блин. Очень хорошо. Уграничение 90. Блин. О Поэтому я же не помню, но очень хорошее место, по крайней мере. Вообще мне не удалось избавиться от этих разводов на стекле, какие только я средства не применял. И влажные салфетки, и жидкости для чистки стекол, зеркал. Ничего это не помогает. Может быть нужно искать какое-то другое средство. Единственная надежда, что солнце поднимется, и количество картинки улучшится. Вот так оно и будет. Характерность звука, то я пытаюсь изменить экспозицию, чтобы было более ясно видно, яснее вида. Прорываются фразы на пятнадцатом канале. Но, видать, радиостанция далеко находится, поэтому сигнал пропадает. Я старался максимально аккуратно, бережно обращаться с оптикой, как с объективом видеорегистратора, так и с фильтрами, и с лобовым стеклом. Так, с запора пока навигатор не показывает. Ну вот, касательно трассы R242 перед Екатеринбургом, я много раз по ней ездил. Трассы в хорошем состоянии давно уже, но то, что вот инфраструктура, это вот стоянки, автомойки, заправки, на ней мало, это факт. Маленькая машинка с муравейтой уйти на отбор. И вот по старой памяти я вчера остановился у трех медведей, потому что опасался, что до Екатеринбурга больше ничего не будет такого. Были случаи, когда долго приходилось спеклять по городу, чтобы где-то остановиться на ночь. В принципе, можно было и вчера продолжать движение, но я не знал, до какого места можно будет доехать, снимая в нормальном качестве видео. По большому счету сделать качественное, максимально информативное видео в нынешних условиях. Думаю, практически невозможно. Одна из причин, это отсутствие интернета. О каком интернете может идти речь, если даже мобильная связь далеко не везде устойчивая. Я думаю, это явление временное. Какая перспектива у такого направления, как видео с трасс России. Немножко вернусь назад. Было время, когда выйти на улицу без ручных часов казалось катастрофой. Затем мобильная связь. Сейчас выйти из дома, забыв смартфон или телефон. Сами знаете, какое чувство охватывает. Буквально лет 30 тому назад иметь радиостанцию в автомобиле казалось большой редкостью. В нынешнее время практически все автомобили, высшую грозу, фуры оборудованы радиостанцией. Но это было вызвано объективной необходимостью. Беспредел на дорогах, автомобили пропадали с грузом, люди исчезали. Но как только на автомобиле установили радиостанции, это сошло на нет. Сейчас практически все грузовики оборудованы радиостанциями. Это и связь между автомобилями. Вообще-то 15 канал требует, конечно, более пристального внимания со стороны государства. Потому что очень много ненормативной лексики. Торговля всевозможными товарами сомнительного производства и качества. Не за горами день, когда все автомобили, имею ввиду большие грозы, фуры, будут оснащены видеорегистраторами в обязательном интернетке. Борг 55. Когда будет уверенная не только мобильная связь, но и интернет-соединение. Я думаю, к этому времени нужно быть готовым, потому что это принесет огромную пользу. На первых, можно будет знать реальную картинку, реальную обстановку в конкретное время в любой точке Российской Федерации. Независимо от места расположения будут, наверное, сайты, на которых автомобили будут передвигаться с включенными видеорегистраторами и в онлайн-режиме. Любой желающий сможет посмотреть обстановку на том или ином участке. Высокая аварийность, связанная с тем, что бесконтрольное поведение как водителей больших грузов, фур, так и водителей маленьких автомобилей сведет к минимуму. Сейчас во многих городах почти сплошное видеонаблюдение. Не везде и не очень сплошное, но это уже влияет на то, что преступность, хулиганство на улицах городов при определенном к этому отношении следственных и правоохранительных органов резко пойдет на спад. Когда люди будут знать, что они постоянно под наблюдением, и желание похулиганить или совершить преступление сойдет на нет. До конца, конечно, этого явления до бессты не получится полностью искоренить, потому что будут находить новые пути. Но это дело техники и времени. То же самое на дорогах. Если водитель будет знать, что его фиксируют не только камеры наблюдения, установленные на дороге, но и манера его движения по... Не буду ездить на обочину, но и манера его все туда. Не буду ездить на обочину, но и манера его все туда. Водитель маленькой машины будет знать, что он постоянно под наблюдением, манера его движения, манера его вождения будет фиксироваться. То хулиганья так называемых мажоров на дорогах станет гораздо меньше, если вообще не исчезнут. Потому что тут будут задействованы и страховые компании, и личность самого водителя. Но эта перспектива, когда она наступит, я не знаю. Такой финал он неизбежен просто. Это система постоянного мониторинга из автомобиля по состоянии дорожного полотна, инфраструктуры. Не только этим будет полезно, но и, я думаю, будет востребована учебными заведениями. Ну, например, география. Когда учитель не на пальцах, не с указкой по карте показывает, а открывает реальную карту, реальный сайт. Как в онлайн-режиме, так и на удаленке. Да, было бы по две полосы. Было бы по две полосы. Да, было бы по две полосы. Было бы гораздо больше на каждую страну. Участку до обгона. Или хотя бы... Не просто указкой водить по карте. Участку до обгона. Чтобы обучаемые видели это в реальном времени. Не только из окна автомобиля. Не только с видеорегистратора. Но, я думаю, будут задействованы и другие системы. Другие системные информации. Но сейчас... Это я ворчу на неудобства. Кхе-кхе-кхе. Я стараюсь максимально не мешать тем, кто спешит. Характерные звуки меняют экспозицию. Я скажу, что этот восьмой день не самый дочный день маршрута. Ну вот, не ехать, но навигатор не показывает. Сейчас с правой стороны по ходу движения город Ривда. Довольно-таки заселённый район. С правой стороны по ходу посёлок Ильчевский, Барановка, Индивидуальный, Кирзавод, Восточный, Южный, Кабарина. Ну и в центре Ривда. Довольно-таки заселённый район. Здесь у меня очень много. Вот колось. Светоогойники. Здесь замечательная вещь. Вот колось. С левой стороны. Светоогойники. Замечательная вещь. С левой стороны. Удовольствие, по-моему, не дешевое. Удовольствие, по-моему, не дешевое. Ну вот. Участок дороги с разделительной системой безопасности. Вот эти с левой стороны столбики. Да, это дороговато, дорого, но оно того стоит. Видать, была высокая аварийность на дороге. Поэтому установили вот такую систему. Участок дорога. Продолжение следует. Участок дорога. Пог Lumарина. Вообще следует. В том37 было. Участок дорог Emma Foxorouл, Поэтому ветерина я аварийность на дороге. А сейчас ведь привет не уч Grenады-к – aby неправильного холábиха – прямая lagly приним gerade. Участок дорога – «ную добрую», С monter latину Холёвск. Субтитры создавал DimaTorzok Так, навигатор показывает, что тут зато его нет. Так, отвечу на комментарии, которые поступили к этому времени. Во-первых, задержка с ответами, аудиоответами связана тем, что Навигатор показывает, что тут зато его нет. Что некоторые... Некоторые комментарии поступают... Ответы поступают за задержку. Потому что ситуация следующая. Пока одно видео загружается, второе видео обрабатывается, Третье видео, формируется проект. Что значит, что сформировать проект? Это объединить 20 разрослых файлов в единое видео. Каждый файл по 3 минуты. Необходимо нанести титры. Привязать к видео. Это занимает время. Но вынужден этим заниматься по той простой причине, что... Чтобы сэкономить время. За дыма, за богдали. Это пожарные, лесные пожары. Не только под Екатеринбургом, но и в Тюменской области. Но об этом будет отдельно. Не отдельно, а будет серия, где об этом будет сказано. Так вот, касательно вопроса. Сергей Трошин, зачем вы все время забираете вправо, в том числе, полосы разгона и в карманы остановок. Был подобный вопрос от Трушева. Так вот, сейчас проезжаем по мосту реки Часовая. Стоянка справа, ведущий грузов. Стелла Ревда города. Покидаем пределы города Ревда. Правильно я сделал, что остановился у трех медведей. Но по крайней мере, в том, что дома нет. Не хочу перебивать комментарии. Дымо. Надо восстать пожаром. Бедные люди, значит, на некоторых заблоках дымо. Бедные люди страдают. Ну, отвечу словами Владимира Семеновича. Шуточный ответ. Я на длинной, на дистанции помру, неохну. Пробегу, быть может, первый круг и сдохну. Ну, шутка, конечно. Во-первых, я не люблю, когда мне... Когда мне дышат в затылок, сидят на хвосте, это раздражает. Если двигаюсь за фурой, и он мигает правым поворотником, предлагает обогнать, значит, я ему действую на нервы. Давлю, как говорится, на мозоли. Не знаю, как в Екатеринбурге, но вот на подъезде примерно было, конечно. Я достаточно знаю, как в Екатеринбурге, но вот на подъезде примерно было, конечно. Я достаточно. Причину своей скорости я уже объяснял в предыдущих аудиоответах. Повторяться не буду. Бывают ситуации на трассе, где нет ни разгонной полосы, ни полосы для остановок. Просто-напросто съезжаю на обучину, жду, когда пройдет колонна, и потом продолжаю движение. Пожар в Якутии, в Сибири. Горение. Пожар в Якутии, в Сибири. Установили. Горение. Сгоревшие педели. Прямо как раз. Установили. Есть вот сгоревшие педели. Прямо как раз. Все странно. В Карелии много пожаров. Что странно. В Карелии у меня закрадывается у насильное. мнение, что рухотворное затрагивание. Пожар в Утро. Расследовалось. Мнение, что рухотворное затрагивание. Так, сегодня 23 ноября 2021 года по телевизору придаёт ситуацию с погодой. Что творится на Дальнем Востоке. В Магаданской области, в Ирабиджане, в Якутии жуткая ситуация. Все занесено снегом. Трасса Амур вся в снегу. Трометром и куча людей. Появляется слабая облачность и сфора. Интересно, понимаете, почему речь в салоне автомобиля об одном и о другом? Это, чтобы не было скучно смотреть. Корея небольшая. Учитывая такой большой поток Корея не грузовиков. Радар спилу. Ограничение 90. Учитывая такой большой поток грузовиков. Радар спилу. Ограничение 90. Вит из окна через лобовое стекло не очень. В эти точки это сколы на лобовом стекле это не грязь. Да, тут воздух чистый. Во время финиша этих сколов будет гораздо больше. стекло пора менять уже. По-моему на вопрос страшно ответил. Ортобот привет. Ортобот едем. И так далее. Комментарии, на которые нужно давать развернутый ответ нет таких. О перспективах дальнейшего развития транспортных магистралей я уже говорил. «Ортоботе» 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 маршрут маршрут «Ортоботе» «Ерхария» «Ортоботе» «Ортоботе» по окраине турbrow «вертоботе» На все комментарии я уже письменно ответил, поэтому дублировать в аудио не буду. С левой стороны походу Новоалексеевская, вижу по две улицы, улица Буденного, улица 8 Марта, то с левой стороны походу. С правой стороны на расстоянии нескольких километров Волчихинское водохранилище, куда впадает. Река Исить. С правой стороны походу железнодорожная ветка. Впереди развязка, не развязка, а эстакаду через железную дорогу. С левой стороны Новоалексеевская, хрустальная. С правой стороны за железнодорожным переездом решеты. Ну, это название, по-моему, очень популярное. Его используют в своих сценах. Стоянка Вольво. Ребята уральской пельмени. Стоянка Вольво. Вот я еще хотел бы обратить внимание, что фирменные стоянки Вольво не рассчитываете здесь получить какую-то помощь, какую-то, я не знаю, возможность остановиться на ночь. Я пытался ранее остановиться, а мне сказали, что другим автомобилям, не фирмы Вольво, заезжать нельзя. А, это стоянка, по-моему, красно-магнитовская. Огромное количество. Огромное количество. Огромное количество. Огромные территории под... ...логистические центры. Вот сейчас, по-моему, проехали магнитовскую логистическую сеть. Впереди развязка. И я пойду в обход Екатеринбурга. Тут не написано на карте, как называется, объездная дорога, но указан номер 65К-4108-00. Это объезд Екатеринбурга. Не хочу въезжать в город. Суперк. Исход 5,6. Исход 5,6. Слой 100 км. Взлетний кроник. Слой 100 км. Взлетний кроник. Слой 100 км. Двадцать шесть километров. В интернете можно много встретить объяснений и советов, что означает сигналы впереди идущего большого груза. Если мигает левым поворотником, в два раза обгон невозможен, так как занята встречная полоса. Мигает правым поворотником, можно обгонять. Колоса встречка свободна. Если мигает два раза, это благодарит. Если в тёмное время мигает три раза, он просит... Он говорит, что его слепят фары, поэтому просят или обогнать, или увеличить дистанцию. В таких случаях я предпочитаю выключать даже ближний свет фары. Если дорогу видно от подфарников, то двигаюсь в таком режиме. Если видимость плохая, то увеличиваю дистанцию. Там 150-200 метров, чтобы не слепить водителя грузовика. Потому что свет фара отражается в зеркалах и бьёт по глазам. Это неофициальный язык на трассе у водителей. Вот уже солнце поднялось повыше. Уже нет яркого света в глазах. Но всё равно... Но всё равно картинка далека от совершенства. Там 6, 53... Нам нужно приближать 2 часа... 6, 53... Там 8, 53... Примерно 9 часа... 2 часа... Весного пленения. Там 8, 53... Примерно 9 часов... Весного пленения. Заканчивается Р-242. Время 6 часов 54-55 минут, на дисплее 2 часа разница, по-моему, 2 часа с Катей разница. Кстати, Екатеринбург носит несколько названий, ну Екатеринбург это биографическое название, а у дальнобойщиков его называют город Катей, Йобургом, Екатом. Ну, подруга потащила правильно, потому что правый поворот он шел через город, а я этого не хотел. Сделано вполне правильно, потому что в городе пробки и прочее. Ухожу на объездную, по-моему, обводная дорога. Обводная. Паршутки не стреляем. По-моему, обводная дорога. Да, это обводная. Паршутки не стреляем. В общем, вот странное поведение Яндекс.Навигатора. Сам показал правый поворот, разворот над трассой Р242. И тут же заявляет, что... Ох, в Липве. Стойноfin, разбеди. Островие. Смотрите, как спал mercury bounden. Легкости. Остальные으니까er. Смотрите, как вы знаете... Здесь, по-моему, картинка получше стало с освещением, но, опять-таки, это ненадолго. Дальше будет правый разворот и опять на солнце. Какие созны огромные тумейни, 360. Ну, через город, наверное, было бы короче, а там светофоры и все эти городские проблемы. Учитывая, что утро, то и пробки, и вся эта прелесть... Меня не устраивает. ... 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 Понимаю, так, и под рынок обойдём севера. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok